Тульская область – регион инновационной активности. По таким девизам сегодня у Тулы проходит пресс-тур российских и белорусских журналистов. Пришим займаться инновациями, тут плануют и в сопрацовнестве с белорусскими партнерами. Олег Сюнтеров потекавился планами кировництва машинно-обудовничьего завода, где разом с военной вырабляется продукция громадянского произношения. У Тулы три бренды – самовары, перники и сброя. А тому не выпадково, что пресс-тур начался с наведыванием машинно-обудовничьего завода. Неколи тут вырабляли знакомиты «Наганы» и «Автоматы Калашникова», а зараз освоили еще и сучасные артиллерийские ракетные комплексы. Тульский машинно-обудовничий – один из старейших заводов России. Свою историю он отличивает с 1872 года. Хоть в угле вытворченство зброи у Тулы занимается еще с 15-го года. Вырабленный у Тулы 37-мм автоматичные гарматы оснащается наша бронетехника. Хоть только зброи и сопрацовнество не обмяжовывается, с этого года у Тулы начали реализовывать проект по вытворченству сучасных станков. На заводе не утуевать. За пошлить в твердь 100 года у России станкобудовницам практически не займались. Вот вроде нет Беларуси. На протягу двух наступных годов на предприемстве планируют заменить импортное обсталевание. При том, что кошт белорусско-российских станков тоннеет за теж японские и итальянские. Сирот основных партнеров акционерное товариство «Станка Гомель». Мы с ним создаем сейчас два новых станка. Вертикальные и горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры. Разработка гомельских специалистов. Ну а частично делаем сборку у нас и ряд узлов делаем у нас. С ООО «Элмис» город Гомель мы занимаемся ремонтом уже ранее выпущенных в советские времена станков. Значит, ремонтируем это оборудование. С нашей краиной на заводе в Огле связываются великие планы. Той же станкобудовничий проект в 2019 году повинен выйти на уровень 500 миллионов российских рублев. Это предполагано в 20 разов больше, чем зараз. А прежде того, размыва может и тяб. Супросовность он автогазовой сферы и автомобилебудования. Плюс инструмент для просовки металлов и сучастные руховики. А почни Беларусь уже набывая. Али на заводе лечить, что контакты могут быть больше активными. В частности, если говорить о концевом инструменте. Ну, концевой, вот видите, да, это сверла, фрезы и так далее. То мы уже эту задачу решили. Мы уже не покупаем импортный инструмент. Мы уже сегодня даже продаем соседним заводам. Поэтому, может быть, это будет интересно и в беларусском предприятии. На гербе тульского машинобудовничего знакомитый левша, как символ рабочего майстерства. Причем тут зусим не супрось, зарабить левшу еще больше профессиональным. Вот им леку про супрационницу с беларускими партнерами. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадио-компания «Гомель», Стулы, Российская Федерация.